Павел Александрович, скажите, пожалуйста, что такое игра для Шевченко-игрока и для Шевченко-организатора и ведущего интеллектуальных игр? Для меня, как для игрока, игра – это некий… Ну, во-первых, игра должна быть игрой. Это некий драйв, это некий способ немножко отойти от текущих житейских проблем, там возможность пообщаться с друзьями, с соперниками, которые на время игры все равно не перестают быть друзьями. Играя, не надо забывать в том, что игра, ну, может быть, никак не связана с реальной жизнью. И поэтому вот у меня есть хороший пример, я его всегда привожу, когда я ехал играть в свою игру, первый раз выиграл, там были заработаны какие-то деньги, выиграны какие-то деньги. Когда я ехал в следующий раз, уже считал так, вот сейчас попадутся простые соперники на первой игре, уже можно считать, что какие-то деньги будут заработаны и так далее, и так далее. Сразу проиграл. Не надо на игре думать ни про какие призы, награды, деньги и так далее. Как только начинаешь про это думать, игра тут же уходит и ты проигрываешь. Вот что такое для меня игра. Что касается игры как для ведущего, здесь сложнее. Ну, помимо того, что я ведущий, я еще и автор вопросов. Я все время боюсь и себя ловлю на том, что не хочу, чтобы игра превратилась в ремесло. Когда вот должен сделать, и ты сидишь, делаешь вопросы, потом также из-за того, что надо, ты проводишь игру. На самом деле, проводя игру, я получаю, если коллектив, если компания игроков хорошая, драйвовая, я получаю драйв не меньше, чем когда участвую сам. А поскольку у нас на кухне команды собираются умные, интересные, но добавок ко всему еще и заводные, то участие меня тоже заводит всегда. Поэтому игры я провожу с большим удовольствием. Спасибо.